Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Появляется чувство вины, когда выбираю себя и принимаю решение в свою пользу. Колеблюсь между чувством токсичности в таких случаях и здоровым эгоизмом. Но каждый раз понимаю, лучше выбирать себя, но не могу избавиться от ощущения, что как будто я эгоистка. Задает вопросы на них. И, собственно, извините за такую вот тавтологию, может быть. А вопрос ваш, он в чем? Он про что? Вы хотите от чувства вины избавиться? Вы хотите какую-то проблему решить свою? Просту ваш вопрос. Потому что пока, честно говоря, непонятно, чего вы хотите. Это первое. Второе, о чем хочется сказать. Вы говорите о чувстве вины. И, соответственно, то, что вы можете сделать сами, это посмотреть на ситуацию, посмотреть на ваше чувство вины. Ну, просто хотя бы, для начала, под углом того, откуда оно берет. Из чего оно, ну, происходит. Означает ли оно чувство вины, что вы не должны принимать решения в свою пользу? Означает ли чувство вины, что вы должны все время уступать другим людям? Означает ли чувство вины, что вы должны приносить себя в жертву? Откуда оно берется? Давайте мы с вами хотя бы, для начала, просто попробуем посмотреть на то, значит, что оно из себя представляет, чувство вины, ну, ваше. А дальше уже можно будет, в общем и целом, чего-то говорить. Дальше уже можно будет о чем-то разговаривать. Потому что у всех людей чувство вины возникает из разных моментов. И, например, в вашем случае чувство вины может возникать со своими индивидуальными, конечно же, особенностями. Но вот что мне хочется вам заметить, вот что мне хочется вам сказать. Первое, первое, то, что по общему правилу чувство вины возникает в том числе тогда, когда человек отвергает наличие у него, скажем так, определенных, ну, элементов, да, определенных каких-то аспектов, определенных черт. характера, вот, определенных желаний, определенных потребностей. То есть когда, например, в вашем случае может быть такая история, что вы, к примеру, считаете, что вы должны все делать для всех людей, вот, и вы считаете, например, что, ну, что вы должны быть жертвой, вот, и что вы должны быть обслуживающим персоналом для других людей, например. Вот, соответственно, когда вы так не поступаете, вы чувствуете, что, ну, что вы не соответствуете своему образу, вы чувствуете, что вы немножечко другая, да, вот, и в общем и целом, когда вы чувствуете, что вы другая, в этот момент возникает вот это ощущение, что вы какая-то неправильная, ну, какая-то неправильная. Вот, это один из вариантов, который может быть, который может обуславливать ваше чувство вины. Безусловно, есть и другие, вне всякого сомнения. Но мне кажется, что вполне возможно, что этот вариант является, извали, не самым вероятным. Если мы совсем, да, не уходим в, ну, в глубину пока что. Вот, ну, а уходить в глубину нам, в принципе, пока и не имеет особого смысла. Вот, понимаете, да? Поэтому, поэтому, как мне кажется, аспект здесь в этом смысле предельно прост. Вот, естественно, вам необходимо в этом направлении поработать, да, естественно, вам необходимо это преследовать, чтобы понять и увидеть, так это или нет, хотя бы. Для начала. Вот, сейчас это область прополажения. Чувства вины также появляются, когда человек себя подавляет в плане злости. То есть, если вы склонны к тому, чтобы не проявлять чувство злости, если вы склонны чувство злости подавлять, то естественным образом будет появляться чувство вины. Потому что злости нужно куда-то, ну, куда-то деть. Вот. А если злости не деваются никуда, то, конечно, она трансформируется в чувство вины. Потому что, ну, довольно сложно практически, я бы сказал, невозможно, а испытывать злость не как её, например, себе не объясняет. Да? То есть, ну, никак, никак, ну, никак не выработав своё отношение. Скорее. Эм, ну, гроз. Вот. Поэтому я думаю, что вам можно, ну, можно было бы ответить примерно, примерно, эээ, так. Ну, и неплохо было бы, если бы вы сформулировали свой запрос к психологу. Вот, неплохо было бы, если бы вы сказали бы, эээ... эээээээ... ну, какой... какой кон... 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 конкретно... ээээээээээээ… от нас хотите, вот, потому что без этого не совсем понятно в какую сторону вы хотите двигаться, вот. Вот такая вот история и такой в целом мой вам ответ с точки зрения, ну, ну, с моей, с моей точки зрения, вот. А вот, пожалуй, так бы я, я бы вам ответил сейчас. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok